Воскресенье Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наши беседы по посланию апостола Павла к римлянам. И напомню, что мы остановились на свидетельстве 14 главы этого послания, в которой апостол Павел значительное место уделяет свидетельству о том, почему нельзя осуждать человека человеку. И мы видели, что требование, то есть основа, на которой строит апостол Павел свое свидетельство, в 14 главе, оно исходит из того, что любой человек, он раб своего Господа. И только Господин, Хозяин, Бог, знает, что ему дано, что с него спросится, что он должен сделать, сколько и когда. И вот завершается это свидетельство о неосуждении следующими стихами. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, и только почитающему что-то нечистым тому нечисто. Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. И так будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. То есть по свидетельству апостола Павла осуждение должно, ему не место в жизни христианина, а вместо него должно быть мирное состояние. То есть человек должен испытывать мир по отношению ко всякому человеку, делающему что-то предосудительное, не делающему такового, врагу ли своему, другу ли своему. В принципе, получается, что мир — это обратный полюс, противоположное состояние по отношению к осуждению. Если мы осуждаем, значит в нас нет мира, значит мы не мирны по отношению к другому человеку. Если мы стяжали мир, то мы не осуждаем человека, мы способны его не осуждать. Поэтому, вспоминая слова преподобного Серафима Саровского о том, что к стяжи Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся, предполагает и то, что вот этот самый Дух мирный — это состояние человека, не осуждающего других, имеющий мирное и ровное отношение по отношению к любому другому человеку. Таким образом, человек должен всячески беречься, чтобы не осудить другого человека, пометуя в первую очередь слова самого Господа Иисуса Христа, что если ты судишь, то и сам будешь осужден. Это важнейшее, главнейшее свидетельство корпуса Нового Завета, слово самого Иисуса Христа, и, конечно, оно основное, но мы, к сожалению, очень часто его забываем. Надо блюсти себя от осуждения другого, чтобы не потерять мир. Иногда человеку после каких-то духовных усилий, после какого-то области терпения, когда вот в течение какого-то определенного периода времени человек терпеливо переносил некую скорбь, некую трудность, некое искушение, или после постного времени, или во время какого-нибудь праздника, по разным причинам человека посвящает некое ощущение радости, посвящает некое благодатное утешение, он чувствует близость Бога, он чувствует любовь Божью, ему радостно, он действительно ощущает какую-то любовь, ну, по крайней мере, вот какое-то спокойствие по отношению ко всем людям, с которыми он в этом состоянии в течение дня может встречаться. Ему непринужденно и спокойно по отношению к любому человеку, его ничего не раздражает. Вот это и есть мир, даруемый Богом. И этот мир очень, очень трудно сохранить. И первое, ну, разрушиться он очень многим может, но одно из самых быстрых, из самых опасных расхитителей этого мирного состояния является именно осуждение другого. причем оно происходит как бы незаметно, потому что мы же мирны ко всем, нас ничто особенно не раздражает, а так, как бы похотя, сказать некое словечко в сторону правительства, случайно даже, как будто не заметив, вот здесь, и по сути это дело, даже не осудив это правительство или президента, а просто сделав некое замечание в адрес него, потом еще что-то, потом по отношению к соседке, потом по отношению к рядом живущим, и в конце концов, даже вроде бы и осуждения как такового не было, просто были маленькие замечания, показывающие, что мы имеем власть рассуждать о поступках другого человека, и делать, составлять о них вывод, делать, давать им оценку свою, и именно, как бы, казалось бы, нейтральную, в то же время несколько уничижительную, пренебрежительную, да вот не пила бы она, и лучше бы у ней было, вроде бы простая констатация факта, но рассуждение и осуждение близко, как сказано в книге Иова, и другая такая же фраза, третья подобная, и просыпаемся мы на следующий день, и радостного, мирного состояния нет, и мы не понимаем, что произошло, а вот осуждение это самое злостное, похититель, самый злостный похититель наших благодатных состояний, благодатных переживаний, самый злостный похититель молитвы, ведь никто не может научиться молиться, пока он осуждает другого человека, это невозможно, по слову Господа, если ты принес дар твой к алтарю, то иди прежде примирись с ближним своим, то есть не имей не против него осуждение, не чтобы он против тебя осуждение имел, и тогда приноси дар твой Богу, молитва не пойдет, не будет, не состоится, если мы кого-то осудили, надо сначала примириться в сердце, попросить у Бога прощения за все сказанное осуждение, помолиться об этом человеке, которого мы осудили, и только тогда, когда мы ощутим мир и мирное состояние по отношению ко всем, только тогда мы можем вознести молитву нашу Богу, и человек должен ко всему прочему еще и заботиться о том, чтобы случайно не стать источником осуждения для другого человека, всячески позаботиться о том, чтобы его не осудили, но по этому поводу мы еще поговорим сегодня в отношении другой проблемы повседневной жизни христианина. Таким образом, сначала осуждение, борьба со страстью осуждения, это есть некоторое начало, которое полагает человек в отношении собственного спасения, то есть для того, чтобы ему стяжать спасение, встать на путь духовной жизни, начать хоть какие-то маленькие шажки делать в отношении своего собственного духовного развития, человек должен побороть свое стремление осуждать людей. Это начало, без этого никакого духовного состояния, никакого духовного состояния его жизнь не достигнет, она будет просто топтанием на месте, она будет просто исправлением каких-то религиозных действий, без сути этих действий, без духовного содержания, пока человек не понял, что нужно бороться со страстью осуждения. И когда он какой-то навык в этом приобрел, то есть уже действительно бережется тем, чтобы людей осуждать, старается каким-то образом избегать хлестких выражений, старается избегать ситуаций, в которых надо осудить кого-то, сказать какое-то горькое слово заклеймить, вынести приговор над нравственной жизнью другого человека, вот пока когда человек это достигает, он становится, его жизнь начинается. Конечно, он на самом деле осуждает еще очень-очень много, сам того не замечая, не подозревая, но если он хоть сколько-нибудь в меру своих сил бережется против того, чтобы хотя бы тогда, когда он сознает, что это осуждение от этого отстраняться, вот жизнь началась, а далее он учится не осуждать по состоянию своего сердца, потому что, как уже я сказал, всякий раз, когда ему, у него мир на душе, этот мир легко похищается его осуждением кого-либо, кого-нибудь, и из этого опытного переживания, понимания, из-за чего теряется мир, человек учится дальше, больше и полнее сторониться осуждения, и в конце концов, он понимает, что даже осуждение в мыслях, даже осуждение не произнесенное языком, все-таки осуждение, и оно тоже разрушает мир, даже если мы подумали о ком-то, что вот где какой никудышный человек, просто не сказали, а подумали, и за это теряется мир сердца человека, потому что мирное состояние, по свидетельству апостола Павла, в ряду, то есть под его словами готов подписаться весь сон наших святых отцов, мир и состояние осуждения вещи совершенно противоположные, в частности вот посмотрим на опыт Силуана Афонского, когда его предлагали осудить некоего нерадивого монаха. Поклонимся святому Господу Иисусу. И далее по поводу 14 главы хотелось бы остановить внимание на том, как апостол Павел относится к такому, ну казалось бы, совершенно бездуховному, суетному, тяжелому явлению повседневной жизни человека, как пище. Вот пишет апостол Павел в 14 главе 5-6 стих. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума, кто различает дни для Господа различает, и кто не различает дней для Господа не различает, кто ест для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа не ест, И благодарит Бог. Апостол Павел свидетельствует о пище, ну разберем сначала аспект о пище вообще, о том как христианин должен относиться к употреблению пищи, ну вообще как повседневной части своего человеческого бытия, потому что без пищи человек жить не может, нравится это кому-то или не нравится, но все когда-то должны вкушать пищу. И вот это что и когда определяет каждый человек, то есть каждый человек сам решает сколько ему есть раз в день, какую пищу ему есть, один считает, что вот надо в понедельник поститься, это его дело, никто не вправе его осуждать, так же как и он не вправе требовать этого от других, так же как и не вправе требовать себе особой похвалы за то, что он постится несколько больше, чем другие. Один считает, что в субботу нужно попаститься в честь воскресного дня, а другой считает, что вроде не постный день, так и не надо поститься. И каждый в этом плане поступает по удостоверению своего ума, каждый поступает так, как ему в этом плане хочется, никто не вправе чего-то либо навязывать другому. Один считает, что нужно отмечать дни рождения и отмечает, другой считает, что не нужно отмечать дни рождения и старается в этот день провести в храму, чтобы не устраивать пышных банкетов, это его дело. Не он не может судить того, кто устраивает празднование своего день рождения, так и тот, кто празднует день рождения, не может насмехаться над тем, кто по какой-то своей не широте кругозора этот день рождения не празднует. Можно и так сделать, можно и эдак. Правило здесь сам человек, как ему кажется поступать правильно. Но другое дело, что христианство учит воздержание. Это норма, общий церковный характер имеющий. То есть она для всех общая и здесь никаких исключений нет. То есть какую пищу ты ешь, в какой день ты ее ешь, это не регламентировано. Но в какие бы дни ты ее не употреблял, ты должен хранить нормы воздержания. То есть все равно беречься от переедания, от пьянства, от того, чтобы действительно уточнять свою плоть, вместо того, чтобы заботиться о душе. Как мы видели в свое время на примере послания апостола Петра, он называет стремление человека к присыщению пищи, к обжорству, грубо говоря. Он называет это стремлением свойственным язычником и частью языческого мировоззрения, мировоззрения. Христианину это недопустимо. Если это в нем есть, то это заведомо страсть, с которой нужно бороться. То есть христианство не вмешивается в какие-то мелочные контролирующие, определяющие быт человека принципы и условности. Человек может сам это решать, как сказал мудрый духовник, не менее мудрому митрополиту Антонию Сурожскому. Твой Бог, ты его и ищи. Ты христианин, ты пришел служить Богу. Определяй для себя сам меру дозволенного и недозволенного. Наблюдись в любом из этих случаев, не приступать к грани, которые определяются воздержанием. Но особенный, так сказать, накал, особенная сложность, особенное напряжение вызывает именно отношение к посту. Особенно к посту великому, как к древнейшему учреждению церкви. Важно помнить и понимать, что пост есть установление церковное. То есть некоторая часть церковного бытия наравне с церковными праздниками, другими традициями, с молитвами, с определениями милостыни и так далее. То есть некоторая часть церковной жизни, неотторжимая часть церковной жизни, церковного быта, церковной традиции, церковного священного предания. И причем очень строгое по началу за несоблюдение великого поста на человека накладывались определенные прещения. Но важно любому понимать человеку, ныне живущему, что церковь в принципе не регламентирует меру его поста, но требует от любого человека включиться в то, чем живет церковь. То есть церковь вступила в лоно великого поста. Это значит, что каждый ее член должен вступить в лоно великого поста в ту меру, которую считает для себя приемлемым. Ту меру, которая возможна по его ритму жизни, по его способностям, по его духовной горячности, по мере его любви к Богу, по состоянию его тела и души. Каждый определит это самостоятельно, но он несомненно должен вступить в лоно поста вместе со всей церковью. Если он это не сделает, если он скажет, что я в принципе не обязан, что вообще все это придумал кто-то, а я вот считаю, что мне так будет полезнее и лучше, ничего страшного не произойдет. Катастрофы никакой не будет, пока продолжаются дни поста, но он сам в собственной душе, в собственном переживании он почувствует. Он, когда я говорил про катастрофу, я имею ввиду, что никакого наказания ни от церковных властей, ни от Бога не будет, но по состоянию своего духа, своей души он увидит, что и Пасха для него может пройти стороной. Что в душе что-то не так, и люди многие, которые начинали с этого, приходят и сами свидетельствуют, что они чувствуют, что что-то не так. Вся церковь постится, а они нет. Они же считают себя частью церкви, а церковь это же не организация, церковь же это тело, не может тело жить одной жизнью, а какой-то мизинчик на этом теле жить совершенно другой жизнью. Каждый включается в меру своей способности, возможности, дарования, каждый включается в то делание, которым живет все церковное тело. Поэтому каждый выбирает свою меру поста, но то, что это должна быть мера именно поста, это совершенно очевидно, иначе человек ставит под вопрос свою актуализацию пребывания в церкви. Действительно ли он член церкви или ему только так кажется? Если он член церкви, если он действительно таковым является, то сердце ему, вот это самое удостоверение ума, о котором говорит апостол Павел, оно ему подскажет и покажет, что ты должен включиться в пост. И мне отрадно было слышать очень часто и очень от многих людей, которые поначалу игнорировали пост и вступили в него не потому, что им батюшка сказал, не потому, что кто-то заставил, не потому, что они в книге прочитали, а именно вот от этого. Они через 2-3 недели поста они вдруг ощущали, что они не могут, не имеют права жить так, как им хочется, что они должны и сами включиться в это постное делание, иначе все в их душе приходит в какое-то диссонансное звучание с тем, чем живет церковь. Или им надо выйти из церкви на время поста, либо входя туда надо разделять с церковью постный труд и постное служение. Но мера, еще раз говорю, этой включенности в пост, она, мера включенности в пост, она может быть разной. И именно вот в этом отношении и есть, возникает целая бездна разных опасностей и возможностей для лукавства человеческого. Никаких потому, что правил нет. А когда нет правил, а любовь к Богу, культура духовной жизни слабая, духовника опытного нет или часто даже и есть, а мы просто не хотим рассказывать им о всех мелочах своей жизни. И получается, что человек, не имеющий внутренней духовной культуры, не просвещенный достаточно Духом Божьим, не укорененный в традиции и не научившийся различать вот эти многочисленные лукавствия, которые нам подсказываются врагом, вот на этой ниве возникает очень много разных лукавых вещей. Апостол определяет ясно, человек должен руководствоваться совестью и четко смотреть на свое сердце, что оно ему подсказывает, и поверять все всегда молитвой, если других возможностей у него нет. И вот кроме этих вещей апостол Павел еще указывает на один момент, очень важный в отношении к пище. Кроме того, что есть пределы воздержания, что в пост должна включаться вся церковь, но меру пищи и ее состав, так скажем, определяет человек сам по своей совести. Есть еще один важный принцип, принцип не навреди, или как озвучивает его апостол Павел, не соблазни никого. Пища твоя не должна соблазнять никого. И надо так строить свою, так сказать, вот такую простейшую естественную вещь, как прием пищи, надо таким образом организовывать, чтобы никто из-за того, что я ем или что я покупаю в магазине, никто не смутился и не соблазнился. Это трудно. И это возможно только человеку, который внимательно, чутко относится к ближнему своим. Поклонимся святому Христову воскресенью, всему прииде крестом радостному миру.